всех приветствую мои мои зрители подписчики друзья братцы сестры во христе с вами я ваш веган христолюб сегодня у нас 4 января 2022 года наступил новый 2022 год вчера у меня был день рождения в 39 лет записал уже такой обычный для этого дня ролик о своем 309-летие ну просто поговорил подвел итоги меня получается день рождения совпадает с новым годом практически поэтому подводим итоги какие-то бытовые внешние вещи ну и как духовная жизнь или вот моё творчество на ю тубе я в принципе там затрагивал эту тему но так как год уже начался 1 2 если неважно чувствовал ну по своим болячкам а то кто и подумает хотя я не скрываю что могу себе позволить бокал но я не проснул год давно уже вы много много лет не праздную виде рождения свой свои болячки 3 был тоже не очень но начал с утра писать ролики три ролика по веганство записал хотя год хотел на на канале на этом на котором вы этот ролик и видите хотя я его может еще добавлю в плейлист о себе на канале веган христалюк на основном своем канале обо моей жизни но я еще ролики помимо плейлистов по темам собирающие по годам там тоже вы можете видеть ну есть один плейлист большой где просто все подряд можно включить из самых первых видео на выпущенных на канале смотреть ну и есть по годам тоже делю так для какого-то удобства на жестком диске их также разбивают для хранения и хотелось все таки хочу записать вот этот ролик о проповеди хотя бы во первом поставить понятно можно потом передвинуть все остальные видео не хотелось мне что первый ролик о веганстве был потому что и так уже третий год посвящая веганству и вообще хотел год немножко по-другому тоже начать мне же предыдущий плейлист и как так и получалось я начинал как-то ролики об истине но опять и себе как-то так перехлоп переплавно переходя на проповедь об истине основными моментами что есть истина там да как-то у меня так получалось но 3 у меня были материалы уже готовы я что-то сел и по веганству еще три ролика записал в тот день но я вот этот видео запущу хочу его первым потому что она как и значок для плейлиста потом это видео получается значка еще нет то назову его паси короче как назову видите название как назвал паси овец моих жезлом железно ну что-то типа такого да к чему это вообще видео я пер в принципе хочу некоторые комментарии зачитать сначала давайте так чисто и потом поговорим начнем даже не с вот с этого это по моему мне в одноклассниках под каким-то постом написали некая татьяна бурцева вы уже как лгбт начинаете нападать на сильно нападать на сильно свою идеологию нападать но тут наворочена ну суть понятно да вы уже как лгбт начинаете нападать или навязывать или навязывая нападать на сильно свою идеологию ну ладно тут без потяжей чуть все подряд собрали будьте скромнее и к вам потянутся но я ответил что не убийство это не нигде идеология а природа бытия бога ибо бог есть любовь столько лет пожили а ума не нажили написал оскорбление ближнего как вы называете всех живущих лет только для избранных но она наверное имеют ввиду о том что я убийц называю убийцами или трупожоров трупожорами я вот это тоже бог проповедующий любовь я пишу иисус грешник всегда называл безумными это не оскорбление может уж ты только что написал про ум но иисус прямо называл грешников безумными да как всегда говорят когда нас дошло до что он там на самом деле говорил и в общем-то синонимичные слова безумный или идиот мне вот нравится слово идиот больше как подходит она как-то горячее может у кого-то зашевелиться это к теме сегодняшнего ролика аж если железным я скажу еще это не оскорбление это правда показывающая дела жизни а говорить правду грешникам а есть любовь к ним чтобы они покаялись чего и вам желаем убивать и проповедовать убийство беззащитных животных может лишь человек лишенный всякого рассудка вот так я отвечаю давайте еще ильи комментарий тоже прочтем нет кучи не что муж я учитал но так как я потом стараюсь удалять на муж забыл на опять же я же вам говорил я делаю очень часто скриншот наверное сейчас я так и делаю постоянно здесь мне что-то нравится что-то цепляет я хочу потом либо ответить я делаю скриншот чтобы не потерять потом их просматриваю и пишу ролики и могу ими воспользоваться но опять же так как я говорю я могу посмотреть их чуть душа не лежит но я же их прочитаю все поэтому муж просто уже несколько раз читал и мне кажется я его вам озвучил но в принципе если это и было так не суть важно еще раз прочитать слушал твои проповеди еще пару лет назад но потом ты пропал я забыл за тебя потом как-то наткнулся май 2020 на твое видео начал изучать тему веганство и очень быстро отказался есть мясо с июня двадцатого года и очень долго не мог отказаться от молочных продуктов но где-то пару месяцев назад отказался от молочки яиц постоянно встречаюсь с тем что смеются с меня и не принимают мой выбор говорят что я исхудаю что не выживу и так далее раньше часто думал а может я не прав но придет уверенность но придает уверенности то что убив кого-то я счастливее не стану так что спасибо с твоей проповеди без тебя я не знаю когда бы пришел к этому я постоянно веду дискуссии на тему веганства и в жизни и на фейсбуке в комментариях на ютубе и понимаю что верующим доказать что убийство это зло нереально если есть ошибки прости я не из россии русские знания идеально я пишу все хорошо тут русский хуже тебя русский знает и пишет а я очень рад что ты избрал для себя блага бытие быть уверен что то что приготовил будь и будь уверен что что то что приготовил бог любящим его во всем и всех его проявлениях на ум и сердце нам не приходило среди грешников и тление нам тяжело невозможно представить и реально ощутить что такое царство полной любви где нет никаких страхов но придет время мы все это вкусим в полной мере свети не отчаивайся обнял и вот сейчас вчера мне как раз на день рождения в принципе мне почему-то на день рождения очень часто и на стали последнее время раз в год писать какие-то ну хотя бы делится знаешь что там давно меня смотрят почему-то заметил что это ну так как сейчас меня все мало смотрят наверное соответственно и процентное тоже жения в контакте не написал мы с ним не знакомы первое сообщение вчера было дмитрий привет поздоровать с днем рождения хочу поблагодарить за свет и добро который ты несешь в массы по камеру прошлом году было то же самое и в позапрошлом по-моему который ты несешь в массы твою речь приятно слушать сколько помните зачитал комментариев этот тот пишет у меня слушать невозможно кому нудно кому неприятно кому чё там не уходишь кому тупо глупо но кто смотрел мои видео о темных комментариях обо мне тут понимает о чем я твой речь приятно слушать и вещи о которых ты говоришь мне очень близки хотя человек я не верующий но нахожу для себя интересным и полезным все о чем ты говоришь целиком слушай твои видео всех благ тебе душевной гармонии радости в каждом дне и здоровья крепче что тролли конечно можно было в видео о светлых комментариях я надеюсь жени на меня ничего не подумает или не попросит меня закрыть это вот видео да то меня уже из-за светлые комментарии когда я читаю просят закрывать видео людям не нравится что я чё-то не так читаю оказывается ну ладно я пишу спасибо большое за отзыв и пожеланиям жене мне снова написал и тебе спасибо веган я уже достаточно давно аквере возможно однажды приду через твои проповеди хорошего дня и праздничного настроения пишу спасибо за откровенность для меня это важно и всегда пища для ума сердца все ваши так скажем откровение или ну то что откровение открылись до поделились это я так в принципе просто тоже для чего-то как игру очень часто моим проповеди для моих проповеди сейчас именно как раз комментарии тоже являются основанием вот или какие-то переписка надеюсь никто не обижается ну вернее обижаются ну шо ж поделать я заранее не знаю кто там обидится и на что по поводу проповеди вот я в этом ролике 39 лет который по сути вчера вышел он записал его первого числа с утра я так уже поговорил то о своих конечно планах я там забыл одну фразу сказал и мне возможно даже за этой фразы хочется этот ролик записать я поделился и сказал принципе я не буду постараюсь не пересказывать то что я там говорил да кто захочет посмотреть ролик 39 лет на моем основном канале для моей личной жизни вот я сказал что но вкратце да о том что я как бы вот возможно этот год 2022 уже будет может быть последний так для моей проповедницей деятельности я искал не просто так знаете я последнее время много об этом тоже размышляю уже постоянно и естественный размышлял о том что это что это такое там как всегда поначалу кто знает я тоже не раз на протяжении тех ну получается уже почти 6 лет я на ю тубе 12 лет как сам покаялся встал на путь познание истины достиг этого познания 6 лет тут уже ю тубе проповеду активно конечно 12 лет я и в реальной жизни все равно старался светить но в интернете где-то 6 лет до почти уже весной будет я конечно размышляю как всегда и несколько раз на ваших глазах я и оставлял служение так скажем слова да и в основном то было конечно по причинам психического отступления такого тяжело все равно да тебя долбят тебя не понимают тебе плюют тебе отвечают злом даже бы добро причем на материальное и на духовную то душевное какое угодно на тепло то есть я конечно за эти года тоже подозревал разранили меня до шрама за раны затягиваются но шрамы никогда не заживают вот и несмотря на всю твою какую-то броню который ты потихоньку обрастаешь это можно конечно ожесточить просто сердце свое но есть такое понятие как все-таки броня до подбране это то же самое сердце но ты его все-таки начинаешь беречь да потому что иначе его не хватит на всех и конечно же тогда я сдавался так скажем или отходил но отступал да не сдавался нет неправильное слово отступал надо надо сдать москву как в россии там говорят чтобы выиграть битву вот здесь что-то было подобное то есть я просто конечно отпускал чтобы тоже передохнуть умственно психически будут душевно и сердечно как хотите да это область сердце когда-то переживаешь чувствуешь вот но обычно и неважно как этом расслаблялся на работу кто помнит и узел или действительно просто пару месяцев там своим делами занимался вот особенности живешь на земле я всегда конечно поддерживаю личное в личном я никогда не рвал эти связи ну кроме частных случаев я имею а с кем хорошие отношения а это я мог конечно же отдыхать вот но это нормально наверное да не нормально если не наверное а так и есть это понятно по сути от любую работу у нас есть отпуска даже вот даже в этом плане я вот последнее время когда меня там и все больше и больше внутри это даже не мысль это ощущение вот такое это что-то это как вся совместная гибрид ума и сердце причем и на согласие потому что я конечно ощущаю это видно как всегда умом и ощущается чувствуется сердцем попал по сути получается такое ощущение потому что понятно видно что я сделал весь этот бэкграунд пятилетний у вас на глазах на мониторах на экранах моя деятельность на этом ю тубе да сайт мой то есть повторяться и не особо хочется но хотя ладно все таки кто 39 лет не смотрел ролик то есть на ю тубе на на канале библии на канале христа любви гон чтение библии иных писаний записано библия целиком коран возможно запишу есть там антони великий есть там и апокрифы да то есть принципе там большое есть там и детские сказки что-то мне еще есть да и достаточно одного одной библии в общем то что меня и тянуло да и даже коран что там половину записал уже достаточно чтобы общий вектор понять направление да на канале проповеди до в оконцовке получится около 500 видео до все темы посвящены истине до свободе бессмертию и любви ко всему живому поэтому веганство часть которого и веганство отдельно по сути мужской три последних года получится ну допустим еще год добавим этот да это прямо именно усиленного проповеди веганство и по ней я тоже исполнил вы сами прекрасно знаете если виде кто видит мой контент это не просто какие-то шляпские там проповеди а-ляй-баляй что-то там сказал до пять минут все сумбурно ничего не понятно вы же видите что я сделал посвятил этому естественно странице на сайте все записал да потому что сам веганство если взять это полностью для любого не религиозного человека для любого вообще по образу и подобие это винтерс я записал 30 дней 30 оправдания записал не веган потому что вот я уже дополнил немножко даже на сегодня в принципе он практически закончен достаточно проповеди даже не в этом формате когда их просто как-то называю все что касается веганских вопросов тоже сейчас вот доделываю еще и в принципе там все есть все вопросы какие касаются я всегда могу человеку просто поделиться видео и ничего уже не говорить в комментариях день социальных сетях по вегану во христе все что касается писания библии ветхий завет целиком там есть все места какие касаются веганство из ветхого завет по библии уже все есть как-то даже вот так получается в перемешку писал со всеми и они набрались их там в плейлисте все друг с другом покомпоновал подвигал там сейчас все идеально мне самому легко разбираться другим тоже кто захочет плейлист изучить все поймет по новому завету даже тоже что то есть тогда в концовке что-то да кому-то надо было дать ответы чтобы не напрягаться вот так в комментарии индивидуально я записывал ролик уже на какие-то моменты даже этом ответил но и вот в планах сейчас до записать не так много чего там в новом завете что можно к этому вопросу но моменты важные да все что касается евангелия иисуса христа и апостолов да все что оттуда есть с этим связано все что берут за оправдание какие-то чтобы не быть веганами на находьте причину не быть святыми а быть бесами быть злыми до творить злодеяния я все это конечно доделаю вот ну и все и поэтому реально я говорил о том что да по закону рынка все когда чего-то становится много средства с дешевым мой контент не дешевка я прекрасно знаем цену я всегда вспоминаю какие силы туда вложил душу да все вложил у любой человек который посмотрит эти видео найдет ответ для себя на все вопросы поэтому я не хочу высасывать что-то из пальца вот заниматься этой ерундой игры все даже комментарий который пишут стал я анализирует все больше и больше они ходят в основном вокруг до около одного и того же пусть в какой-то разной форме пусть я просто точно могу забыть там где бы вот прямому при точно точно прям тему найти да ну плюс-минус я могу дать ответы поделившись даже элементарно своей проповеди вот и поэтому размышляя конечно тему что это такое почему у меня такие ощущения то ли я опять сдали отступаю до передохнуть то ли я выгораю есть такое понятие да или выгорел вот или еще какая-то причина я скажу я вижу конечно же что это естественная причина того что я просто из исполнил это то же самое знаете в жизни мы все так делаем возьмите дом кто-то строит или еще что-то но всему из предел сначала фундамент потом стены крыши том-то его построил ремонт сделал да ты всю жизнь что-то украшаешь купил очередной горшочек цветочек да чуть где-то отвалилась подлатал но дом стоит здесь то же самое я не говорю что я прям целиком все пропаду с интернета с мир ютуба нет но игры реально я не хочу разбавлять свой контент пустотой высасывать из пальца тем более к сожалению к моему до успеха тут хоть слова приходится такие употреблять кто-то на них сразу неадекватно реагирует но это обычные слова да вот успеха как какого-то блогера проповедника в ю тубе у меня не получилось и чтобы канал как-то как-то я буду выражаться таким словами уж кому-то не с христианской точки зрения не нравится но найдите другие слова потому что это мир все-таки наш реальный да говорю выражаясь понятными словами просто и чтобы он так скажем выстрелил до чтобы люди там смотрели эти ролики становились на сторону света познание истины любви свободы и бессмертия что я могу сделать я все что мог эти года делал я закончил школу ютуба помню в самом начале есть отличный там тоже блогер такой youtube учитель так как они все себя называют может сказать таким вот то есть я все делал по законам ютуба ну кроме тех законов которые там учат ну надо подстраиваться под публику да для обычных людей для обычного блогера это нормально изучать интерес публики подстраиваться но это меня не касается то есть я принимал все что то что мне нужно и я не под кого это не мой формат я не могу подстраиваться под дурь под зло вот плюс я всегда относился к своему контенту как образовательному к учительскому да поэтому не в основном все всегда по полочкам тоже при всей моей анархии и каких тоже скачках потому что же от одного что-то устаешь можешь переключить чуть на другое но я старался заканчивать и не зря все делю потом по плейлистам все сайт сделал посмотрите посмотрите на сами каналы я считаю что на них все понятно вот обязательно запишу всегда обзор вы помните по каналу с съемкой с экрана захватом видео с экрана второй ролик всегда на канале это обзор канала где я показываю как чё куда тыкнуть рассказываю в каждом плейлисте есть обзор плейлиста где тоже анонсировал каждое видео пусть сейчас добавляется может быть когда нить эти обзор еще я их обновляю периодически потому что плейлист видео в плейлистах может быть больше получается там многие видео местами меняю обзоры может тоже в свое время перепишу чтобы так прям по свежим кому было как раз когда уже все основное доделаем все правила youtube основные я исправлял у меня всегда порядок вот с названием с описанием с тегами там да как называется в мире youtube с мета данными то есть я их старался всегда как хороший ученик все это заполнять делать применять все эти методы какие youtube рекомендует подсказки там все эти закрывающиеся окна все старался делать вот так что я у меня есть совесть сердце чисто я что мог то делал значит никому это либо не надо два варианта либо ютубу не надо никому не показывает кто знает сейчас там на библию шорт сети я пишу и папа и по новому завету и они вроде там стреляют как это можно выразиться и там и подписчики вроде добавляются вот но меня это не радует не вдохновляет и я в этом не вижу ничего вообще великого потому что я даже не представляю что это за публика туда попадает на эти просто короткие видео из нового завета вот я это делаю на автомате меня бог тогда и повелел когда и вот проснулся в очередной день тупо четко услышал садись дешево шаховцы вы помните их просто начал делать и все вот но чего-то в этом я не вижу и когда это не закончится это же что там выдувать и вот я не представляю вот и те кто там подписывается очень понимать смотрят ли они вот именно обучающие эти ролики того же сам все все это библии которые записал или в общем то весь их просмотр канала на этих шортах и заканчивается так что ну я как я столько уже понял во все это и деятельности и с теми людьми с которым ты общаешься что там что там за публика это вообще большой вопрос да и мне и дать больше нечего будет я кроме того что я уже дал поэтому если господь вы через эти шорты приводит людей просто на канал что вот они к этому контенту моему background обращались но хорошо ну а если они не будут обращаться не будут сами познавать истину делиться и с другими что я сделаю суть истинной любви в том что она свободна насильно мил не будешь да вот а так уже что-то изобретать я не представляю и писать ролики бесконечно когда-нибудь какой-то ролик выскочит да мне все это не нужно да я не умею работать на хайп я не умею не знаю что делать короче сказать что меня там найти там у тебя харизма нет или еще что-то да и вы знаете каждый человек уникален в своем принципе ты можешь вообще ничего не делать ты просто уникален поэтому все это такие вещи знаете харизма тоже я конечно внутри ты с одной стороны понимаю кто-то маска что себе оправдание что людям просто не нужна истина как во всех пророках было сказано в библии никто не ищет бога никто не ищет истину кому открылась мышца господня господня все жаловались пророки вечно что они одни остались во всем своем народе поэтому прекрасно я понимаю что когда-то проповедуешь почему вы знаете как я проповедую я не принуждаю конечно меняться но я призываю и ультиматум единиц который я ставлю это ну тоже сам общение со мной да не хочешь меняться зачем-то да и а меняться никто не хочет это единицы на моем пути кто менялся так что вот так вот людей устраивает зло устраивает рабство устраивает крышка гроба заколочена сверху то есть любовь бессмертия и свобода и не нужно вот так вот и поэтому конечно я все прекрасно ощущаю вижу анализирую безусловно всегда у меня работает голова и о чем-то думаю размышляю это так по жизни было есть и будет вот и поэтому конечно я понимаю что все это подходит какого-то логического завершения тем более если даже было бы там мне принципе я человек такую знаете я много в жизни умею руками головой то же сам youtube поэтому я легко освоил я не пасую перед камерой я на это был у меня я ну школе я еще не был таким может быть прям болтуном уже институт да уже я спокойно выступал в аудитории перед если школе ты как все это вот так да тоже то в институте я стал но это опять ты по жизни становишься такими стал свободным поступил институт пошел работать от родителей стал более-менее независим вот так как учился научным все равно приходилось работу там оставлять все эти жил то в основном у родителей так время от времени тоже но все равно ну когда там сессии все эти вот но и дело в том что ты просто вырастаешь девочки там все пошло общение другое новый круг людей все это институт уже пошли мы сами понимаем вот и конечно же ты сам просто становишься таким более открытым раскрепощенным человеком взрослым взрослым взрослеешь все равно я работал так это уже другой милые работал все пять лет института наравне со взрослыми мужиками с быть вам на обычных классических работах просто искал основосменный график конечно где плавающим чтобы хоть как-то институт посещать хотя иногда и порой даже были у меня периоды этом чуть ли не в день каждый день работал бывало и такое вот и конечно когда я уже такой стал поэтому не было не проблема вообще вот ну и потом по жизни все эти работы тоже я так я работу причем я работаю опять же любитель был все попробовать я умею руками умею головой умею подчиняться и быть в среднем звене и быть высшим звене пробовал я и свои дела там открывать всякие да так скажем то есть когда ты сам учредитель сам ответственен за все тоже каких-то великих успехов я не достигал но это опять же в плане материальном а конечно внутренне как раз меняет я считаю очень сильно развивала уж люди вот так знаете как советское время любители говорит что там одна запись трудовой книжки но и что это человек в жизни понял давно хочу не поймешь конечно начнет спорить но практика и опыт жизни он откуда-то появляется откуда-то по появится те практики можно рассуждать как бы себя вела другое дело эту жизнь прожить и здесь тоже самое потому что это расширяет очень кругозор да когда все же проработал с одним напарником больше никого никогда не видел это разные вещи и быть всю жизнь подчиненным поработать в среднем звене понять что это такое настоящие директора должны действительно проходить путь от работника дворника до директора не так что тебе папа поставил в 20 лет замдиректор это все чепуха конечно человек этот ничего не поймет поэтому у нас обычный вся жизнь в заднице то что так у нас все управляется по наследству вот так вот и поэтому по поводу жезла железного я и в том ролике сказал знаете конечно да я тоже был достаточно всегда твердый такой уверенный в себе в плане и до покаяния после там конечно есть вы все это кто проходил этот путь знаете уровень от от овечки до пастуха это все-таки ты тоже проходишь вот но конечно с годами знаете когда те ты что-то за все это что ты там такой твердый непоколебимый и никого не слушаешь уже его слушайте но это же жизнь когда ты профессор тебе ребеночек там что-то пытается доказать что он умнее тебя но это профессор может поулыбаться конечно если его это не трогает если он там его ученику но может и в угол поставить если вот студент может и урок преподать да вот это все конечно ты когда вырастаешь на что это ну что тебе уподобится ребенку сесть с ним в песочницу играться в кубики это просто естественно приходит по поводу всего этого твердости и порой как играет называют он агрессии какой-то чуть ли не лгбт как почему-то лгбт вообще не понял ну понятно потому что к своя каша в голове вот я даже не знаю куда этот комментарий впихнуть и поэтому сегодня и вот их зачитал тоже его по поводу всей этой агрессии от этой твердости но я взял то название в принципе в принципе иисус так говорю петру посея овец мои да но из книги откровения кто знает библии тут по названию много чего понимать может что я в них тоже донести хочу там тоже перед царством антихриста будет некий человек это я не на себя намекаю как просто да но будет такой человек перед воцарением антихриста в царстве своем будет человек рожденный церковью ну понятно мне речь не идет о этих сектах псевдо христианских православных католик протестантах речь идет о действительно невидимом теле христовым да это о святых людях проповедующих истину и вот восстанет человек который будет пасти его стадо железном конечно же слово пащение пасти овец в каком подразумевал это иисус и в писании в местах это имеется ввиду это первое все учительство слово договоримое причем именно учительство не просто проповедь а именно вот когда ты пасешь это как учитель школе то есть пришел на весь год и учишься тут тоже там потренируется ну конечно это и забота о телесном попечении послуха тот кто бережет заботится то есть я внешне а внешним и материальным и внутренним но кто знает я всегда и помогаю людям вникаю в их не проблема кто мне пишет я стараюсь никому не отказывать всегда вникнуть причем в ситуацию чё там да как помочь как можно по максимуму кто со мной сталкивался тот об этом знает вот мы прежде всего конечно же это слово да и по поводу жезлом железным нельзя в книге откровения так сказано жезлом железным что подразумевается твердое слово именно твердое слово и поэтому конечно тогда этого дохода растаешь и с годами вот этого уча учись я сам возрастал конечно свое время как ученик крестов потом как учитель и конечно ты просто до этого доходишь естественно слово твое становится просто естественно твердым да ну естественно если ты идешь по этому пути тогда становится естественно меня просто до этого дошел вот и все поэтому я сейчас я ни с кем не рассусолю я говорю я у вас не спрашиваю ничего это не от большой гордости от просто от познания вот и все от совершенства в познании мне раньше был то считаешь как у многих из вас сейчас тысячи вопросов об истине даже на пути всего это ученичество естественно я достиг того что мне их просто нет я сам даю ответы на все вопросы вот так вот и поэтому все эти претензии когда ты там такой вот твердый такой вот кто-то жесткий называет грубый я как сказал 39 лет когда уйду на покой будете еще жалеть и вспоминать с любовью где же это слово то слово правда слова истины слова нелебезение все эти мои фразы аж никого не обижаю убийца турпажор это безумные люди это не обидно бессердечные что это разве обидные слова не человек образный не человек был создан в район был создан веганом ты не веган ты не человек ты человек образное существо это не обидные слова это не оскорбление это констатация факта описание сущности человека обидно когда я красавца называю уродом и от злого сердца не кипит как мы в детстве мы как угодно готовы обозвать человека тем кем он не является а я называю людей теми кем они являются по его делам по его поступкам соответственно то что поступки говорит о твоей сущности дерево узнается по плоду человек его сущность о его делам из ну словами естественно слово это и сделано так что вот так вот поэтому ту фразу которых 39 лет сказать помню забыл наслаждайтесь последний год возможно или еще потом будете жалеть о том что все это закончилось потому что это было бы мне желание даже уже вот сейчас раньше закончить но все таки еще есть то что я сам хочу за дописать это все по веганству как я сказал я даже этот год хотел начать но это будет такой все таки тоже там сколько роликов не знаю получится есть у меня чё сказать по семье по детям по образованию но это буду я очень кратко общей мысли там кто кто захочет тот сам дальше поймёт и это на жизнь проживать соответствующие ну или хотя бы размышлять над этими вещами те же самые темы лгпт геев все уж коснулся все уже записано да то есть все темы которые даже я шел естественно от крупного к мелким шлифовал до сначала надо срезать кто знает как скульптура делается да как картина рисую щел крупные мазки потом все до каждой черточки шлифуется так у меня был начинал самого важного самого главного с абстрактного с большого что туда потихоньку говорил потом все меньше 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 вот ну а года мне вполне хватит на все игры даже на библии там закончить это коран я думаю вот как я уже сказал что-то там писать и читать все между строк если честно меня как-то не получает этого удовольствия финансово получается если даже переключиться на это хотя бы делать делать ради каких-то средств и к существованию получается тоже ничего это не приносит вот ну а все читать то между строк километровой речи говорит к чему нужны особо не чему выпускать подкастом просто кит книжки уже без меня и и получше я же не идеальный диктор я на это не учился и все эти года не шли вообще в этом не развивался я говорю вот свободе слова а все которые увидите подкасты даже где-то да я там часами мучаюсь все наговариваю потом все это вырезаю все там склеиваешь сидишь все это кто знает как это делается специальных программах чтобы хотя бы там сколько минут это речь получалось более-менее нормальная сто раз перезаписываешь да там чтобы записать 10 минут хорошей речи три дня потратишь мы смотрим художественные фильмы все эти голливудские двухчасовые которые по несколько лет снимаются кажется что там два часа я сел да посмотрел до этого из этой же серии все что касается вот ютуба там тоже все непросто вот но на этом канале и как я все время говорю о неком детском формате ну там тоже не знаю сколько получится но так ну и плюс я не то что там все прямо ограничиваю но реально в такой массовости этот год точно будет последним потому что я просто не представляю какие уже темы все это высасывать из пальца вот реально и порой ты понимаешь что многое дурь просто недостойно твоего внимания вот реально как я говорил было желание по вот этому даже образу и это 30 не 30 прав тани или который я сам получается уже записал плейлист не веган потому что записать там я не православный потому что и я потом подумал во всей этой дуре их не ковыряться мне не хватит просто психического даже здоровье а для тех кто из этой дури захочет и тьмы выбраться достаточно всех тех видео которые у меня есть достаточно новый завет со мной прочитать на библии достаточно послушать мои проповеди свободе слова на все эти темы человек сам если захочет все поймет конкретно разбирать чепуху которые там дурят и которые не понапридумали сюда ходи туда не ходи это конечно и даже учительские моменты так называемый учительский раз меня все разобраны и там я вспоминаю всегда и православных католиков протестант евреа в культовой дуре в религиозной разбираться по моему даже это к себе надо иметь уважение хотя бы чтобы этим не заниматься тоже занимаешься не знаю самому к с этим касаться совсем никакого желания так что вот так вот такие я хотел мысли поделиться этот ролик поставлю первый вот возможно добавлю в плейлист себе другого канале возможно следующий ролик дня рождения 40 лет я уже буду прощаться с вами так и есть да я буду вести я уже говорил по сути я реально в жизни вижу больше даже хотя уже об этом тоже размышляю ну по поводу реальной жизни до что кто-то захочет там приехать пообщаться вот я всегда открыт в личке для всех людей даже для неадекватных но естественно от твоей неадекватности от уровня зависит насколько долго продлится наше общение совсем неадекватно через минуту закончится я возьму трубку там или где-то по интернету будет созвон там или переписка средней адекватности но сколько-то пообщаемся совсем маленькой неадекватность но может будем как-то поддерживать контакт будем о чем-то общаться ну а естественность уж там совсем свет и любовь добро и истина и радость то конечно будем дружить сорадоваться в радостях горевать в горе стих так что так вот и безусловно что-то буду писать всегда может кто-то что-то умное в комментарии написать в личке вот я увижу что действительно достойный материал для видео но я уверен что видео будет редкими и действительно глубокими как всегда потому что они будут редкими действительно темы которые может быть я не подразумевал еще и что вот и так человек может помыслить вот тут я еще все-таки не так доделали но это уже не кита мазки бессмысленные когда все можно испортить все можно испортить перикмахеру я вот сейчас хожу какой последний там к другой в общем меняю тоже пришлось тогда там поменять и к другой стал ходить она мне тоже 1 3 стрижет и она стрижет и он говорит ну может хватит уже ну конечно если вы считаете что все но они многие тогда как бы клиенты я представляю какие клиенты тем более сестра парикмахер тогда много тоже общались много рассказывал чего когда конечно к стрижке там люди тоже фанатично относятся и они бедные они же прям трясутся парами и мне жалко проще к жизни относиться мне понравилось тебе подистили сейчас другой или еще что-то ну и этой скажи сначала действительно такие особенно женщина представляет как там чуть-чуть не то подстрижет там на скандалов на это да и мужики такие же бывают на вот не знает понять что перед ней сидит тому хоть ты месяц на волосы тут побреешь случайно даже я слова не скажу еще столько же заплачу в два раза больше может даже да вот так вот и поэтому всему приходит конец я говорю идеально шлифовать и картину когда-то художник заканчивает и фильм когда-то заканчивает и вот я в этом вижу да это я чуть знаете да хорошо вспомнил вчера мне что я размышляю как же бывает над своими видео че буду говорить просто мысли конечно жую в голове то конечно все вот эти кто фильмы смотрят какие-нибудь действительно бывают шедевры да причем именно трилогии бывает но они такими были задуманы не знаю через знаменитых вам сказать смотрят меня люди разных возрастов и всяких там творческих интересов но не знаю возьмите какую-то матрицу трилогию это но из американских там из голливудских фильмов властелин колец там трилогию да ну по-своему шедевральные как бы к ним не относиться там со всех сторон критика них всегда положительно из технических как все было снято там до масштабы съемки нет кого не секрет я думаю же кто такие к таким контентом интересуется там сейчас матрицу четвертый сняли властелин колец чуть пытаются и неважно потом на фоне этих фильмов пусть трилогии даже там выпускают какие-то мультики там сериалы это конечно уже тошниловка это такой урод то возьмите русское кто творчество любит да там с легким паром эти фильмы да там москва слезам не верит стали как всегда эту блевотину какую-то современную выпускать продолжение якобы с молодыми актерами тогда и старых привлекает я не знаю кто чепуху смотрел я вот не смотрел хоть там и актеры порой хорошие тип хабенского ну который у меня более-менее нормальные отношения но кто это будет блевотину смотреть но понятно что все это высосано из пальца просто отвратительно а вот эти вот нескончаемые сиквелы там до 12 снимут какой-нибудь какие ну типа не знаю я просто этот фильм даже тоже это я хоть и называю я далеко не все это смотрю сам там я не знаю форсаж какой-нибудь но этом смотрел в свое время это и сюда покаяния 1 2 это может смотрел ну хороший фильм более-менее сейчас как сколько там этих форсажей 9 10 причем это нет не сериалы а просто ты снимают какие-нибудь марвел и там вот эти человеке пауки там уже 25 серии не знаю такси по моему законченный был но тоже по вам переборщили там вместо 36 что ли потом сняли илья я уж может сейчас путаю их сам снова вспоминаем что до покаяния из этой жизни и вот когда начинают эту дурь снимать уже да просто на бренде такая чепуха вот-вот-вот мне не хочется вот в это тоже к я вот такой вот образ просто дал одно дело когда человек был под вдохновением какая-то мысль была у него все было закончено он и так до впихнуть все что он хотел да он может быть всегда анализирует как вот любой творец можно был по-другому на рис уже это просто это сделать по-другому да потому что решение одной проблемы вы все знаете кто чем бы не занимался и возьмите стройку ты можешь одну и ту же проблему я как строитель до пример пусть мне близких привожу как иисус рассказывал притчи ему и людям понятно может какие-то там близкие да да конечно можно было по-другому решить и ты надо понимаешь блин сделал вот так она был все-таки пусть даже результат один и тот же но сделать надо было по другому и ты понимаешь ну конечно бы что-то менялась ты просто а тоже три шейнки muse но все равно внешне пароле для другого человека было бы так а по-другому ты понимаешь страна и деньги могли быть сэкономлены и время результат один и тот же но процесс разный и и результат относительно один этот же внешне до сэкономленные деньги то что же важно. Пусть там 50 рублей. А время ты потом понимаешь, блин, делал бы вот так, в два раза быстрее бы делал бы. Вот это из этой же серии. Но одно дело все равно, ты закончил, и ты уже не вырываешь этот там забор или дом не ломаешь. Как там это называется, машина-то с грушей в фильмах часто показывают, когда там рушат или не взрываешь направленным взрывом, да, и заново не переделаешь. Ну, сделал как сделал. Ну, потратил больше денег, времени, сил. Вот. Может, какой-то там в серединке есть косяк, который хоть на конце не видишь, невидимый косяк, о котором ты знаешь. Внешне не видит человек другой, который пусть даже соображает в этом, но он скрытый. Ну, ты-то знаешь о нем, да. Ты понимаешь, вот это бы переделать. Вот. В фильмах сколько косяков есть. Кто-то ролики пишет там, показывая все косяки каких-то фильмов. Их так интересно смотреть, ты их не замечал. А там, как человек где-нибудь какой-нибудь съемочной группы на заднем фоне проходит, или там нога торчит, муха на объективе, тебе ее видно. Ты раньше даже не замечал, а потом смотришь, думаешь, блин, как удивительно. Вот. Какие-то такие прям вещи. Причем бывает столько их в фильме, что когда вот такой, пока не посмотришь, чей-то сюжет, даже понимаешь, что раньше ты просто не замечал этих вещей. Там, что говорят, оговариваются, какие порой. И ты по тексту, ты сам-то, ты же добавляешь очень часто слова. Мы слышим то, что мы хотим слышать. А потом вслушиваешь, когда тебе раз показали, оказывается, он говорит, вообще там другое слово у него вырывается, или что-то еще там, да. Вот. И этот дубль так и не пересняли. Вот. И все это попадало в оригинал. Вот. Но никто же уже не переснимает этот фильм, да. Вот так вот. И поэтому, конечно же, здесь просто, я говорю, то же самое. Но сам я, в принципе, доволен сам собой, своим обедом и женой, да, как тут там писал из поэтов, так и я. Конечно же, я, вы знаете, есть же потребность у каждого человека. И я очень часто в жизни люблю так все менять, что-то новое. И в плане пропаги, истины, ну, все я сказал. Вот реально. Я в личке могу до бесконечности об этих вещах говорить. Вот. С новым человеком. Ну, это вот живой человек. Это. Ему ты можешь уникально лично подать. Это все равно, что, ну, что мне вам рассказывать, прекрасно знаете разницу между общим образованием и индивидуальным. Я помню, мы ходили на секции там всяких карате и всегда там брали своего учителя. Было модно, я помню. И действительно ты сразу возрастал очень круто. Ну, то общая группа, там, два раза, три раза в неделю мы занимались. Тот начинаешь каждый день там брать индивидуальные занятия. Ну, бывало, там, группировались по два, по три. Все равно. Бывало и один берешь. Конечно, разница огромная. То с тобой гуру тет-а-тет занимается, а то там 500 человек в залах огроменных. Это что и так? Твои ошибки не поправляют. Он один, а вас 500. У нас там залы огроменные были. Я в городе же миллионники вырос. Так что, конечно, здесь то же самое. Поэтому я понимаю ценности этого. Конечно, я в личке, кто знает, с людьми алчущими, жаждущими, правда. Я рубашку порву, себе отдам, но человеку, конечно, что надо, что он от меня просит, я постараюсь. Если это во благо, конечно, всем я. Всем просит доброго, алчит и жаждет истины, то я все подам, конечно. Поэтому с удовольствием людям помогаю в этом плане. Во всех. Вот. А на Ютубе, я говорю, потребность свою в плане Ютуба сейчас отделим суть контента от самого контента. Какой угодно можно канал открыть. Хотя, конечно, открывать канал на Ютубе надо с тем, что ты умеешь, что тебе нравится, что ты любишь. Это тоже факт. Именно обычно такие тоже блогеры достигали успеха. Вот. Мне в основном сейчас особенно нравится, конечно, это земледелие, земля. Но опять же, чем я могу? Похвалиться, похвастаться. Конечно, всегда есть формат, я вам рассказывал. Пожалуйста, люди прям снимают в сыром материале, вот как они просто переехали, это уже формат. Он сам говорит, я ничего не умею, вот смотрите, как я ничего не умею, вот пытаюсь тут что-то делать. И людям тоже заходят. Люди смотрят, как вот шоу за стеклом, пользуясь в свое время популярностью. Поэтому получается, вообще ничего знать не надо. Снимаешь свою жизнь. Поэтому в плане такой публичности, общения с кем-то новыми людьми, заодно через тебя, все равно он будет попадать на тебя, а я проповедник. А есть бэкграунд, а есть личное общение, в котором всегда свидетельство об истине. Можно будет там вести, мне, конечно, это интересно. Ну, там единственная проблема, тоже пока для меня вопрос, чтобы что-то делать, нужны деньги. Показывать просто как-то целыми днями, траву косишь, без денег тоже ничего особо не сделать. Что это будет за контент? Не знаю. Хотя, я говорю, снимать порой очень скучный контент, как кажется. И у людей там и тысячи, сотни тысяч просмотров, и подписчиков. С ютуба, конечно, что-то можно зарабатывать там себе на хлеб, на кусок. Вот. Плюс это интересно. Плюс я говорю, у меня там есть планы, конечно, все это выращивать, точно так же продавать, точно так же себя обеспечивать. То есть тут одно и другое, опять все, налегает. Ты сам занимаешься чем-нибудь, что тебе нравится. И плюс это одно из самых естественных жизнедеятельностей, земледелия. Да, так же можно снимать. То есть в этом проблем заменить там мою ютуб-деятельность одну-другую вообще никакой нет сложности. Вот. И плюс я говорю, не то, что я там все, поставил табу клетку, я ни одного ролика не запишу. Да нет. Я тут же говорю об этом, а потом на следующий день думаю, слушай, да можешь все-таки буду там что-нибудь читать. Толстого там, еще кого-то. Но все равно. Это я хоть и размышляю, а в оконцовке я говорю, по крайней мере на сегодня, начало 22-го года, шестой год моего, моей деятельности, именно проповедческой на ютубе, вот мне об этом говорят. И сам бэкграунд диктует эти условия, что вот как бы пора немножечко, да. действительно ролики делать более такие, как и раньше, я говорю, может быть, ну вот и не размывать их, не делать их вот такими шарпотребскими, шарпотребской дешевкой. Это точно. Вот. Поэтому одно дело, ты точно знаешь, какие темы, а другое дело, вот этот детский формат, он же случайно выплыл, и я им горю до сих пор, хочется мне им поделиться. Поэтому неважно, уложусь я в 2022 год или нет, потом запишу. Вот. Ну, это тебе нравится, да. А уже я говорю по веганству, я уже все там из пальца высосал. У меня пометка была ВКонтакте, у меня 8 таких картинок, хороших было, 8 мифов только называлось о веганстве. И у меня была пометка записать еще эти 8 мифов. Я их начинаю перебирать, я их даже удалил у себя этот пункт. Все, что было с Эдом, я записал по принципу Эда, не веган, потому что они там все есть. То есть, оказывается, я их все, естественно, туда объял. Ну, там самые классические тоже были, где брать все это еда там непитательная. То есть, все, я этот пункт убрал, потому что он исполнен. Вот, по-моему, потому что самому веганству этих оправданий, ну, я говорю, я не знаю, на что там, вольна фантазии выдумка трупажоров. Ну, если еще что-то придумается, ну, запишу спокойно один ролик добавлю там. Ну, и сам я уже не буду лазить там по каким-нибудь форумам дебатов, споров трупажоров с веганами и выискивать там какие-то темы. А что же еще там у трупажоров в больной голове родилось, чтобы отговорка, чтобы там не убивать, убивать, продолжать животных и потреблять их, не трупы, пожирать, да. Так что, вот такие вот дела. Ну, в общем-то, все. Так что, 2022 год. Всех приглашаю к просмотру. Пишите комментарии, ставьте лайки, делитесь видео обязательно. Несмотря ни на что, в любом случае. Кто не так давно попал на мой канал. Все мои видеоролики в том и радость вот этой проповеди истины была, что они уникальны и они всегда вечны. Библию, самая читаемая в жизни книга, Библия, возьмите тот же самый контент на Библии. То есть, это не новостной, как там есть контент, он всегда будет актуальный. Это не обзоры телефончиков, которые каждый день сейчас новые выпускаются. Все мои проповеди, они все будут всегда актуальны. И подойдут они любому человеку. На каком бы ты уровне ни попал, потому что у меня там тоже, можно сказать, за все эти года получается, от овечки до пастуха. Поэтому, если ты где-то там перерос уже даже какой-то ролик, поверь мне, в моем контенте найдешь то, чего не дорос. Ну, или хотя бы найдешь для себя отраду единомышленника. Это уж точно. А нам и тоже порой необходимо увидеть такого же, как ты. Вот так вот. На этом у меня все на сегодня. До встречи в следующих роликах. Всем всего доброго. Будьте счастливы. что невозможно без личной святости, которая в добре и любви ко всему Божьему творению. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok